Элис, подожди меня здесь, ладно? Ты не посмеешь меня выгнать. Лили, я тебя вовсе не выгоняю, а только прошу подыскать себе другое пристанище. Мэйсон, я тебе не помеха. Ты же сам говорил, мы дополняем друг друга, что тебе не помешает поддержка моих сторонников, они её окажут. Лили, не надо всё усложнять. Те, кто остался тебе верен, вряд ли одобрят то, что ты путаешься с окружным прокурором. Они не посмеют мне указывать. Резонно, Лили. Зато журналисты не станут утруждаться проверкой городских сплетен. Мне кажется, ты хитришь. Я не могу тебе повредить. Ты думаешь, я ищу повод отделаться от тебя? Да. С какой стати? Я тебе надоела, и у тебя другая женщина. Например, Джина. Женщина? Я не права? Если так, скажи. Лили, ты ошибаешься. Лили, ты ошибаешься. Я не верю тебе. Зачем тогда ты просила сказать? Я думала, мы не чужие друг другу. В самом деле, Лили, мы с тобой друзья. И только? Я считаю тебя другом. Я никогда не навязывалась тебе, и не буду навязываться сейчас. Не пытайся меня дурачить. Ты предпочел Джину, не отрицай. Как ты мог? После того, что я тебе рассказала, после всего, что ты узнал. Лили, я не собираюсь оправдываться, но сейчас меня интересует только одно. Каким образом она надеется расстроить брак моего отца? Какая разница? Ее попытка заранее обречена на провал. Лили, ты, как и остальные, недооцениваешь Джину. Она непредсказуема и умудряется обернуть в свою пользу любую ситуацию. Джина хитрая бестия. Я сомневаюсь. А я нет. Ну как? Теперь я очаровательно хромаю, но завтра я как-нибудь доберусь до алтаря. Я сейчас приглашу зайти доктора Битлиса. Не стоит. Лучше уж дохромать, чем опять отложить нашу свадьбу. Тогда приложи лед или грелку. В общем, что хочешь, только дойди. Все будет в порядке. А сейчас я нарисую улыбку и отправлюсь на репетицию. Си-Си, неужели Брик враждебно настроен к тебе? Мне не хочется тебе лгать, дорогая, но он согласился прийти только ради тебя. Ты знаешь, что он может наговорить сгоряча, но поверь, он очень нуждается в нас. Не обращай внимания на его неприязнь ко мне. Он твой сын, а значит, член моей семьи. Я так тебя люблю. Я знаю, тебе нелегко сказать такое. Он твой сын, и этим все сказано. Чем мы сегодня займемся? Послушаем музыку или почитаем гороскоп? Землетрясение уже было. А что нам могут еще предсказать? Тогда пойдем. Не торопись. Джина, что случилось? Землетрясение. А ты не почувствовала? Почти нет. В отличие от меня, мне что-то свалилось на голову. Сочувствую. Со мной все в порядке. Хорошо, что ты пришла. Сейчас я кое-что покажу. Ах, это? Нет, не это. Это упало. Джина, я не видела раньше этот портрет. Он был заказан, когда Сиси был женат на мне. Я нашла его в чулане. Взгляни на платье. Оно великолепно. Куда ты собралась его надеть? Это платье подружки-невесты. Чье оно? Твое. Ты будешь чудесно выглядеть. Подожди, подожди. А кто собирается замуж? Я. Издеваешься? Большое спасибо. Нет, подожди. За кого? Сейчас я не могу тебе этого сказать. Почему? Он что, агент ЦРУ? Ничего подобного. Но он в состоянии тебя выручить. И будь уверена, он это сделает. Только не Кейт Тимас. Мне бы не хотелось, чтобы из-за меня ты жертвовала собой. Нет, нет, нет. Это не Кейт. Какой из него муж? Хотя в свадебном путешествии он бы мне пригодился. Ну ладно, кто он? Почему ты его от всех прячешь? Никого я не прячу. Почему ты так решила? Не знаю, Джина. Ты была помолвлена и сказала никому ни слова об этом. У меня были свои причины. Я потом тебе все объясню. Вот что. Забери это все с собой и примерь. Только не говори никому ни слова пока. Ладно. И еще. Ты завтра работаешь? Да. Отпросись. Я не желаю больше ничего обсуждать, Пол. Приказ ты получил? Будь добр, выполняй. Я должен получить письменные указания для освобождения из-под стражи. Тебе необходимо письменные указания? Хорошо, ты его получишь. Я окружной прокурор и мог бы обойтись без этого, но для тебя сделаю исключение, если ты боишься ответственности. Вот уж не думал, что доживу до того дня, когда смогу обойтись без Кейта Тиммонса. Если ты страдаешь по этому поводу, позвони ему после работы. А сейчас, пожалуйста, переведи Теда. Пожалуйста. Как скажете, босс. Вот и отлично. Спасибо, Пол. Ты свободен. Мне известно, что ты вспомнил детали. Что ты здесь делаешь? С сегодняшнего дня это мой кабинет. Поздравляю, Мэйсон. В самом деле? Иначе меня бы здесь не было. Я пришел захватить свадебный подарок твоим родителям. Ты выбрал странное место для покупок. Идеальные подарки порой находятся в самом неподходящем месте. Я хотел подарить им твое освобождение. Как ты думаешь, они будут рады? Неужели моя мама это носила? Оли? Да, но она не была такой хорошенькой, как ты. Даже не верится. А твоя мать? Она красавица. Такая же красивая, как ты. Куда мне до нее? Но мне плевать на внешность. Мне тоже. Элис, ты не должна мне во всем подражать. Конечно, внешность не имеет большого значения. Но если ты будешь выглядеть на свадьбе так, как сейчас, тебе не о чем беспокоиться. Лайнелл это удивительная находка. Послушай, я уверен, что Сиси ничего не заподозрит, если... О, ты не знаешь Сиси так, как я. Перестаньте смеяться надо мной. Разве мы смеемся? Только не я. Элис, ты великолепна. Вовсе не я, Джейн. Джейн, может мне лучше смыть макияж и переодеться? Нет, нет, нет. Элис, подожди. Не вздумай этого делать. Нет. Нет, Ник, слишком много косметики. Я выброшу твою фотокамеру вместе с динозаврами. Эту прекрасную камеру? Нет. Зачем? Я смотрю на тебя, так что не волнуйся. У тебя такой тяжелый характер. Не отрицаю, поэтому ты не должна спорить, а улыбаться. Вот так. Еще разок улыбнись. Вот это то, что нужно. Давай еще. Что ты наделала? Зачем? Я знаю, что ты собираешься напакостить Сиси Кэппеллу, но я не позволю. Ты мне не позволишь? Да, я. Зачем тебе вмешиваться? Тебя же ничто не волнует, кроме собственного благополучия. Ну, может еще Мэйсон. Наверное, в нем-то все дело. Ты заметила, как он на меня смотрит? Мне ничего не стоит отбить его у тебя. В городе поговаривают, что ты ему уже надоела, Лили. Держись от Мэйсона подальше. Предупреждаю, я тебя не боюсь. А ты будь поосторожней. У меня есть возможность испортить тебе жизнь. Скоро я ее использую. Очень скоро. Уже начинаете? Не дождавшись самого дорогого гостя? Тед! Тед, тебя выпустили! Да, я ужасно рад. Я выбросы только благодаря новому окружному прокурору. Вот ему. Похоже, эта новость еще не достигла твоих ушей, отец. Это ты? Поздравляю, Мэйсон. Ты просто счастливчик. А почему ты молчал? Я боялся, что ты начнешь требовать, чтобы я заставил Теда давать показания. Я вовсе не собирался на этом настаивать. Я хотел, чтобы ты присутствовал на свадьбе. А теперь я просто настаиваю на этом. Вы можете отвлечься от своих проблем? Брих, что случилось? Ты не лучше всех прочих в этой семье. Благодаря вам, Лилии и Хелли, все еще на свободе. Вы радуетесь тому, что ухитрились опять обойти закон. Если ты решила снова стать женой Кэпвелла, пусть один из них и ведет тебя к алтарю. Ты такая же эгоистка, как и они. Извинись перед матерью и всеми остальными. Черта с два! Что ты делаешь? Брик, Брик! Приметь это за извинения. С тобой все в порядке? Ничего, я буду цел. Все в порядке. Я не могу его осуждать. Каждый по-своему переживает горе. Брик считает, что я предал его. Надеюсь, он скоро придет в себя. Весь день происходит черт знает что. Дорогой, можно мне поговорить с тобой? Дорогая, как скажешь. Преподобный отец, мы готовы. Итак, мистер Кэпвелл, вы становитесь напротив меня, и я начинаю церемонию. Миссис Армонти сказала, что вы повторите клятвы, которые вы давали при первом венчании. Это правда? Да, верно. Подожди, подожди, о каких клятвах ты говорила? Тех, которыми мы обменялись. Разве ты забыл? Дорогая, но я не помню того, что тогда тебе говорила. Это было давно. Тогда ты взял мою руку. Я взял твою руку. Когда я рядом с тобой, мне никто больше не нужен. Я никогда не оставлю тебя. Я готова удовлетворить любую твою просьбу. Моя жизнь наполняет только одно. Любовь к тебе. Если я буду вынуждена оставить тебя, я всегда возвращусь. Потому что с этого дня все, что я делаю, о чем думаю, что ощущаю, все, о чем я мечтаю, продиктовано только любовью к тебе. Ты самая прекрасная женщина из всех, которых я когда-либо знал. Ничто в этой жизни не восхищало меня больше, чем твое желание выйти за меня замуж. Я обещаю дорожить тобой и твоей любовью всю свою жизнь. Пол, я думала, ты пришел навести телес. Я вижу, как вы с Хартли пытаетесь сделать из нее нормального человека. Меня заставили обстоятельства. А ты хоть спросила себя, готова ли она к тому, что вы с ней вытворяете? Она же недавно из больницы. Она была совсем ребенком, когда попала туда. Я думаю, ей следует попробовать себя в качестве фотомодели. А ты уверена, что она этого хочет? Вы обращаетесь с ней, как с куклой. Одеваете, переодеваете. Я не кукла, а человек. Элис, я об этом и говорил, Джейн. Пол, с такими взглядами ты никогда не добьешься уважения к себе, тем более любви. Так говорит Джейн. И я тоже так думаю. Ну и ну, Элис, ты... Ник, тебе лучше сейчас пойти домой. Ладно. Я проявлю эту пленку дома. Когда ты увидишь фотографии, твое настроение поднимется. Элис, пожалуйста, не сердись. Извини, я, наверное, обидел тебя. Я не хотел. В больнице у меня никогда не было таких платьев. Там все одевались одинаково и не следили за модой. Я ничего не имею против моды. Но главное не одежда, а человек. Может, я сказал какую-то глупость? Это потому, что я ужасно ревнив. Ты ревнуешь? Почему? Кому? Тебя к Нику. Когда ты работаешь с Ником. Я боюсь, что Ник тебе нравится больше меня. Какой я дурак. Дурак. Почему? Потому что мужчина не должен говорить такие вещи девушке. Ты, наверное, этого не знаешь. Я лучше пойду. Мне пора. Я зайду позже. Я должна обидеться? Или нет? Нет, 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 это было чудесно. Мне понравилось то, что он говорил. Я решу. Я róż становлюсь. Я взял. Я взял. Девушки отдыхают. Чего не останется делать, как вести тебя к алтарю? Какого черта ты притащила вчера магнитофон? Тебе там не очень удобно. Я могу подвинуться. Ныряй ко мне. Лучше ты выныривай. Отлично, как скажешь. Я подожду за дверью, Джина. Ты забыла о клятве хранить целомудрие. Ой, это было вчера. Или ты ждешь, когда я стану женой твоего старика, и уже потом найдешь утешение в моих объятиях? Не питай ложных иллюзий. Ты и в самом деле безжалостна. Тебе это известно? Я жертва обстоятельств. Не скромничай, Джина. Я не знаю более эгоистичного человека, чем ты. И, надеюсь, никогда не узнаю. Никогда, Джина. Ну и загну. Возьми зеркало и посмотри в него. Там кто-нибудь есть? Да, отец, это я. Мэйсон, все в порядке? Ничего, ничего. Он ушел. Может, его позвать? Джина. София. Привет. Я прогуливался по саду, я не решался войти. Тебе не стоит появляться здесь. Я хотел зайти и пожелать тебе счастья, но потом подумал, что это будет нашим окончательным прощанием. Когда ты станешь миссис Сиси Кэппелл, то окажешься не за забором, а за берлинской стеной. Никаких отношений с бывшими любовниками и друзьями. Останутся только воспоминания. Я это ненавижу. А я ненавижу вашу вражду с Сиси. Было время, когда я считала, что с ней все покончено. Все это так грустно, правда. Послушай, я не хочу расстраивать тебя в такой день. Не огорчайся. Не огорчайся, ладно? Ладно. Спасибо тебе. Привет, дорогой. Лайнелл зашел пожелать нам счастья. Дай нам поговорить наедине, дорогая. Я скоро приду. Не задерживайся. Тебе трудно смириться с тем, что я тебя победил? Я в этом не убежден. Смирись. У меня есть София, семья, дом. А у тебя останки динозавра. Ты, наверное, ужасно одинок. Но заметь, ты это заслужил. И прошу тебя, не появляйся здесь. Ты испортила мой костюм. Зато я тебя обняла. Что ж теперь сожалеть о костюме? Перестань, Мэйсон, не лги себе. Тебя совсем не устраивает эта свадьба. Ты плохо знаешь меня и неправильно истолковываешь мои поступки. Я тебя превосходно знаю. Для меня ты открытая книга. Какая? Ты много читаешь? Кэпфеллы, моя хрестоматия. Глава Мэйсон. Там написано, что ты бабник. Ты не дочитала главу, я изменился. Тигру не избавиться от полосок. Знаешь, Джина, на твоем месте я бы искал во мне союзника. Теперь я окружной прокурор. А за тобой тянется масса темных делишек. Возможно, за мной водятся грешки. Может, ты обыщешь меня? Я не буду сопротивляться. Поразительная безотказность. Поразительная. Твоя стойкость возбуждает меня и вдохновляет мою изобретательность. Забудь о своих намерениях, Джина. Лучше скажи, что за кассеты ты собралась демонстрировать отцу вместо Тарзана. Ты меня искушаешь, милый. Но я не поддамся на искушение, не договорившись о цене. Что ты можешь мне предложить? Ты удивительно практична, Джина. Не всегда. Порой я очень сентиментальна. О, да. Ты глотаешь слезы над фигурами мадам Тюссо. Что? Ничего. С тобой, Мэйсон, я чувствую себя иногда такой глупой. Это нехорошо. Может, ты займешься моим образованием? Как, Мэйсон? Джина? Джина, мы поклялись сохранять целомудрие. Мэйсон, в отличие от тебя, я об этом сразу забыла. Мы не должны поддаваться инстинктам. Тебя не тошнит от самого себя, Мэйсон? Все, я не знаю, где его искать. Дорогая, он хочет побыть один? Я это понимаю, но мне не хотелось бы, чтобы он ненавидел всех, и в частности меня. Он замкнется в себе и прекратит наши отношения. Любимая, я понимаю все твои опасения. Наберись терпения. Траур скоро закончится, боль пройдет. Ты прав. Возвращайся к теме терпения. Где ты ночуешь сегодня? Хорошо. Нет, в холле или со мной. Не торопись, подумай и выбери единственный правильный ответ. Единственный. Дорогой, осталась всего одна ночь. Какое это имеет значение? Ты остаешься со мной. Можешь распилить кровать и установить заграждение из колючей проволоки. Забудь о Брике, свадьбе, обо всем. И думай только обо мне. Это будет наша брачная ночь. А как назовем завтрашнюю ночь? Брачная ночь, дубль второй, эпизод первый. Я согласна. Спокойной ночи. Мэйсон, мне не ясно, ты придешь на свадьбу или нет? Отец, я взвесил все за и против. На эту свадьбу я приду, даже если мне придется вернуться с того света. Замечательно. Превосходно. Джейн, что это значит? Что это значит? Мне надоело быть серьезной и выглядеть облезлой книжной крысой. Как ты меня находишь? Что ты думаешь? Ты очень красивая девушка, но я знал об этом давно. Неужели? Я никогда не лгал тебе. Женщины обожают, когда мужчины начинают за ними ухаживать. Я бы хотела понравиться тебе. Спасибо. Джейн, я хочу предусеречь тебя от ошибки. Неужели я так непривлекательна? Джейн, я бы не хотел, чтобы ты слишком серьезно относилась к нашим отношениям. Мы чудесно работаем. Поверь, я получаю необычайное удовольствие от этих раскопок. Удовольствие получают не только от работы. А что ты подразумеваешь под удовольствием? Лайнел, ты считаешь меня ребенком? Напрасно. Только слепой может не заметить, что я женщина. Я не считаю тебя ребенком. Ты одинок? Это несправедливо. Ты забудешь о своей боли. А я о своей. Нет, Джейн. Это невозможно. Почему? Я стара для тебя. Скорее наоборот. Я удивлена. Ты всегда презирал запреты морали. Я всегда презирал разврат. Не отвечай мне отказом. Я не обольщаю тебя. За эти несколько недель я искренне привязалась к тебе. Разве ты это не заметил? Не заметил? Заметил. Мы будем счастливы. Дай мне... Дай мне шанс, Лайнел. Все люди мечтают о счастье. Так стоит ли нам отказываться от него? Боже. Тед, ты на свободе. Я так рада. Ты не представляешь, как я ждала этой встречи. Меня выпустили под залог, так что о свободе говорить и рано. Хелли, мы едва не разминулись. Я собирался поехать к тебе. Да? Да. Почему? Да, чтобы увидеться с тобой. Мы пойдем завтра на свадьбу? На чью свадьбу? Моих родителей, разумеется. Мы представим, что это будет наша свадьба. Ты хочешь, чтобы я пришла? Да, Хелли. Но после всех этих событий... Если ты отказываешься пойти со мной, то я возвращаюсь в тюрьму. Там спокойней и проблем меньше. Я доставила тебе столько неприятностей, что любой другой давно бы бросил меня. Мы были счастливы. Я люблю тебя, и никто не отрекается от любимого человека. Поверь мне. Люди меняются. Не всегда. Мэйсон, я ждала тебя. Зачем ты пришел? Чтобы облегчить твои страдания. Мне не подобрать слов, чтобы писать твою наглую выходку. Прошу тебя уйти. Понятно. А что будет, если я останусь? Тогда я позвоню в полицию. В полицию? Это смешно. Это очень смешно. Ты прав. К черту эти глупые клятвы. Сегодня ты нужен мне. София, у тебя не было шансов. Я бы не отпустил тебя. Я спущусь вниз. Мне надо переодеться. Даю тебе ровно 10 минут. Потом я вызываю охрану. Постой. Что? Теперь иди. Я скоро вернусь. 10 минут. Я помню. Я обожаю эту ванну. Авторы сценария. Бриджит Добсон, Джером Добсон. Режиссер Майкл Глеона. Продюсер Джилл Фарен Фелбс, Кивен Кент и Леонард Фридендер. Фильм озвучивали актеры Александра Кожевникова, Татьяна Иванова, Галина Чегинская, Елена Ставрогина, Борис Тетерин, Валера Захарев, Олег Куликович и Станислав Концевич. Над фильмом работали Марина Андожская, Владимир Кирьянов и Владимир Голубев. Телесериал Санта-Барбара подготовлен к показу российской государственной телекомпании «Русское видео».